Добрый день! У нас снова накопились вопросы от зрителей. Предлагаю на них ответить. И вот первый вопрос. Можно ли при подготовке к причащению читать каноны и последования и другие молитвы не самому, а слушать? Я слушаю. Да, я слушаю очень часто. Да. Наверное, если человек занят, ему сложно выкроить время для того, чтобы встать перед аналогием, перед иконой и стоя самому вычитать вслух ли, про себя ли, соответствующее молитвенное правило. Или если он уже болен, ему сложно, это тяжело, ноги не держат, глаза не видят и прочее. Я думаю, что можно, и это нормально. Можно ли, читая Дома Псалтырь, поминать на славах не только крещенных, но и некрещенных родственников, особенно усопших? Лучше этого не делать. Лучше этого не делать. Но если уж есть такое какое-то глубокое чувство к тому или иному человеку, можно поминать их, при этом, коротко так, прося у Бога, чтобы Господь не вменил в грех эту молитву. Сейчас в кинотеатрах появилась новая телевизионная версия «Мастера и Маргарита», и сейчас по этому поводу очень много разговоров, споров и вопрос на эту тему как раз. Как относиться к фильму и роману «Мастер и Маргарита», рок-опере «Иисус Христос, суперзвезда» и вообще к светскому искусству на религиозные темы? Сейчас, кстати, да, очень много фильмов, сериалов на эту. Вообще к светскому искусству на религиозные темы надо относиться с рассуждением выборочно. Потому что есть интересные вещи, есть неудачные вещи, есть глупые и откровенные вещи, а есть просто такое преступное богохульство. Поэтому это очень, спектр огромный. Здесь можно, так сказать, с каждым отдельным случаем разбираться отдельно. Хотя светское творчество на религиозные темы, оно всегда существовало и в классическую эпоху. Мы это знаем, наши музеи полны картин светских художников, абсолютно светских по своему духу, но по содержанию религиозных. Они, конечно, не могут ни иконой быть, ни чем, но, тем не менее, это искусство, и зачастую искусство высокое и хорошее. – Ну, вот все-таки некоторые сериалы вызывают такие вопросы неоднозначные. – Конечно, да. Мне кажется, что здесь должно все-таки… Есть государство, есть некие критерии у государства, которые должны выполняться. И там, где откровенное богохульство, там, где откровенное издевательство над вещами святыми для других людей, там, где просто вместо искусства какое-то безобразие, это должно делать государство. По крайней мере, не давать на это денег, чтобы это, да, снимали, рисовали, выставляли и так далее. Вот. Что касается «Иисус Христос, суперстар», да, помню, или «Суперзвезда» или как там? – «Суперзвезда» или «Суперзвезда» сейчас. Это такое достаточно давнишнее такое произведение. Я был еще отроком, когда оно, так сказать, было популярно. Вы знаете, в Советском Союзе это было очень популярно. Я так и не дослушал до конца, как, пожалуйста, что-то там какие-то фрагменты слушал, да. Но я не любил, я любил классическую музыку, я не любил современную музыку, поэтому я так, в общем-то, мне как-то прошел достаточно равнодушно. Но я знаю людей, которым это очень нравилось. В Советском Союзе, вот в тех условиях, в которых мы были, и вот это произведение, и «Мастер и Маргарита», которые на моей памяти впервые напечатали, конечно, совершенно неоднозначное произведение, да, «Мастер и Маргарита». Это такая, хотя достаточно в русле такой давней европейской традиции реабилитации сатаны, да, значит, с Фауста еще, да, Гёте. Но произведение неординарное, как литературное произведение, мне кажется, гениальное, потому что Булгаков все-таки настоящий писатель. И в то время это произведение, хотя, конечно, оно не имеет отношения к Евангелию, это Евангелие от Воланда. То, что там, в Иерусалимские сцены, так называемые, это на самом деле очень такая злостная антихристианская агитка. Но, тем не менее, вот в тех условиях, в которых мы жили, то читалось на расхват, на захлеб. И люди после этого и начинали искать Евангелие, и хотели посмотреть, а что там на самом деле-то, да. Я знаю массу людей, которые после «Мастера и Маргариты» прочитали Евангелие, и массу людей, которые, в конце концов, пришли в церковь. Вот все зависит от ситуации, в которой мы находимся. Я люблю эту книгу. Я отдаю себе отчет, потому что она не назидательна. И уж ни в коем случае нельзя ее рассматривать, как такое нравучительное какое-то чтение. Но, тем не менее, как произведение литературы, она очень-очень хороша. И мне очень нравится экранизация Бортка. Ну, это нормальная экранизация, это, собственно говоря, там говорит автор, там говорит писатель. А что касается произведений этих, ну, опять же, допустим, я сказал, что «Мастера и Маргарита» в свое время произвели некое, ну, скорее даже, до некоторой степени положительное действие на читающую публику в Советском Союзе. А вот сегодня нужно ли ее советовать, допустим, читать? Вот я бы не стал, допустим, как молодой человек, который ее не читал, так же, как он не читал Толстого, Пушкина, Достоевского, Лермонтова, Тургенева и прочих, и прочих, я бы не стал, вот возьми-ка, почитай «Мастера и Маргариту». Нет. Я бы ему посоветовал что-то почитать другое, понимая, что много читать они все равно не будут, вот, а, ну, хоть что-то одно, что-то, действительно, стоящее, надо прочесть, чтобы понимать, что такое литература. Есть такое понятие эмоциональное выгорание. Как церковь относится к такому, и как правильно бороться с таким синдромом? Ну, зависит от человека, каждого человека зависит. Эмоциональное выгорание – это следствие того, что мы неправильно распределяем свои силы, неправильно определяем основные ценности, которые у нас, которые должны быть в нашей жизни. Вот. Как с этим бороться? Если человек верующий… Это синдром вообще, да? Если человек верующий, если человек верующий, надо ходить на исповедь, причем регулярно, не тогда, когда уже сгорело все, а регулярно. Вы знаете, вот чаще всего вот эмоциональное выгорание происходит от долговременной, раздвоенной такой жизни шизофренической, да, люди знают, как надо, но живут по-другому. Молиться надо, трудиться и останавливать себя тогда, когда покушаешься делать то, что не должно делать. Тогда будет проще. Следующий вопрос. Нужно ли что-то делать с нежеланием выходить замуж, но и при этом нет желания идти в монастырь? Имеет ли смысл такая жизнь? Ну, жизнь в любом случае имеет смысл, да? Господь привел нас в этот мир для того, чтобы мы выполнили какое-то свое предназначение. Да, часто бывает, человек просто залег на диван на всю жизнь и с него его только вынесут. Поэтому, конечно же, жизнь имеет смысл. Надо разобраться в себе, а почему? Что значит нежелание идти замуж, нежелание жениться? В чем это связано? Это такой вопрос, он в такой вакууме, на него трудно ответить, потому что у каждого человека, каждому человеку будет нужен свой ответ на этот вопрос. Ну, знаете, я знал людей, которые прожили, не выходя замуж и не женясь. Я когда был настоятелем подворья, отродец Сергея Лаврова в Москве, у нас были две прихожанки, две старенькие бабушки. Им было тогда уже по 85-90 лет. Они были родные сестры. Замечательные такие бабушки у меня, некоторые мои молодые прихожане, по-моему, в Словению ездили, помогали. Они когда-то жили там рядом с подворьем, потом уехали на другой конец Москвы. Но когда церковь открылась, подворская, они стали туда приходить. Они еще видели патриарха Тихона на подворье. И они прожили всю жизнь. Две эти сестрицы, они девицы были. Жили они настоящей монашеской жизнью. Они были врачами. Одна была хирургом, а другая была, одно время даже заведовала больницей какой-то, поликлиникой или больницей. Ну, они уже были давно на пенсии к тому времени. Они были очень хорошими докторами, очень хорошими врачами. И вот всю жизнь посвятили себя этому служению. Они жили душа в душу. Они были такие замечательные. Они были такие добрые. Ирина Александровна, по-моему, и Нина Александровна, да. Одна у нас такая вот прихожанка, до сих пор работает у нас Татьяна. Она практически досматривала их, по-моему, благословению, еще с несколькими молодыми людьми. И они потом мне говорили, что для них это был самый важный опыт общения вот с этими старушками. Настолько они были, ну, не такими, какие сейчас люди, настолько они были непохожими. И ничего, они прожили жизнь, нельзя сказать, что она бесполезная. Наоборот, это люди, вокруг которых было всегда огромное количество народу. Вот, очень. Я знал еще людей, которые, ну, бывает так, что вот, ну, да, не сложилось жизни. Не сложилось. Но если сесть там в 20 лет, сложить руки и сказать, вот я не хочу жениться, замуж и ходить, и не пойду. Ну, это неправильно. Еще вопрос. Если есть грехи, которые совершались в детстве, и они исповеданы, но совесть мучает до сих пор, что нужно делать? Это нужно воспринять как некую эпитемию. Ведь, знаете, вот иногда говорят нам, христианам, ну, как у вас просто, да? Вот нагрешил, нагрешил, пошел покаялся, и все в порядке. – Ничего подобного. Грех оставляет очень тяжелый след в душе человека. Я приводил, как там в Русиоптинске, да, с его пальцем, который он разрубил когда-то в юности топором, да, и говорит, он прошел много лет, все зажило, ничего не болит, а вот шрам-то остался. Вот от греха шрам остается на душе у человека. Это обязательно, это всегда происходит. Ну, вот это надо воспринимать как некую эпитемию, как наказание за грех. Следующий вопрос касается работы. Плохо ли желание постоянно менять род деятельности? И считается ли грехом такая черта характера, как неусидчивость на одном месте? Да, это нехорошо. Это нехорошо. Человек такой неусидчивый будет не тверд во всем остальном. Такие люди одну семью бросают ради другой, потом ради третьей, и потом еще чего-нибудь в этом роде, да, это плохое качество. Вообще себя с юности надо приучать к усидчивости, да, во всех смыслах этого слова. В том числе и к тому, чтобы не бежать откуда-то, вот при первых каких-то вот сквозняках, да, и трудностях. Да, не бежать. Ну, человек такой, он просто будет не тверд во всех своих поступках, во всех своих делах. Вот, поэтому, да, это плохое качество. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Субтитры сделал DimaTorzok